так-то пока пока свободный так это знаешь это отбоя нету просто ты свободный конечно вот какой светленькой футболочки себя не похвалишь никто не похвалит константину футболочку постирала погладила умница молодец спасибо не сказал вот сейчас до этого не не говорил сама же ее замарала то ходил я морал аморала ты идем чемодан добрый день чемодан в чемодане у меня аптечка знак аварийной остановки и огнетушитель но это мне давали на время чтоб я техосмотр прошел и страховку у меня хорошо хорошо у меня страховка на машина у меня страховка на машину кончилось надо новую получать что пусть страховку надо техосмотр пройти чтобы пройти техосмотр нужен набор 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 на пол и у меня аптечка то в машине есть огнетушители у меня нет машины и уложить некуда просто когда лодку положу в багажник с мотором не уже больше уложить туда нечего власть 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 не ничего туда не лезет уже больше ничего поэтому я огнетушитель знак аварийной остановки из машины выложим мы сегодня в беленьком но почти да и снимем беленький газон хочу не полезу ну потому что чем я оформился официально у меня пропуск есть давай через выходной ходить ласточки низко-низко летает точно дождик сегодня по прогнозу сегодня дождь я вчера травку всю подстриг готовлюсь к встрече встреча одноклассниц одноклассника пиши сам подстричь конечно почему бы и нет ой ты что застряла нет я не успела за тобой так где у нас олег а вон и газончик смотри беленький какой посмотрим слушай нет тихо смотрит женька сам передали кружку ольга выпросила тебе тоже спасибо ягод теперь это знаешь ты слова держишь молодец обещала мне кружку от номаса подарила я ее потом и крови у константина выбивала эту кружку пришли я не понял а где вход-то по правилам у нас же у нас же какое у нас правостороннее движение то с этим правостороннее движение подразумевает ход фургон с правой стороны значит и открывай здесь будем заходить и отсюда за залазить ты прикалываешься серьезно да нет тут тупик обрати внимание нету упора то никакого может ветром по голове стукнуть вот она бюджетная версия то баба фанера классно и запутать даже для чего тут вот поспорить готов генератор тут будет стоять но только надо будет его полу прикрутить все равно тонку мягкий какой то что это резина это не резина это вот автолин как раз автолина тут быстро генератор надо будет прикрутить его чёрт ольга-то у нас растет на глазах оль это не трещина это царапина я сначала я сначала подумал что это трещина это царапина у меня у меня махнушка отцепить прицепилась закрываем еще искать неправильно мне машина уже не нравится ну конечно ну как это так не должно быть я вот в прошлый раз похвалил видимо этих ребят смотри они то есть вход должен быть или сзади или сбоку ну-ка никак не слева неужели он слева ну капец неправильно ну либо эта машина для для англии для англии для японского рынка точно точно но стопудово для японского рынка ну как еще то есть для японцев но только руль то с левой стороны то есть то есть это такая машина будет это вот как мы едем иногда по дороге такие а ну такие ну уже вау то нет это это у них будет эффект вау у нас так праворулька едет да ну и пошка праворулька вот так же это когда будет у них до ездить таки вау леворулька леворулька ну потому что здесь то правильно сделали если для англии там быть мы теперь знаем что в англии тоже левостороннее движение да благодаря нашим подписчикам вот мы теперь это знаем и с этой точки зрения выход нормально сделал то есть выход хоп вышли сразу на обочину пошли кабинет ну пошли пошли и пошли и вот у меня всегда оттопыриваются вот я поэтому и не смотрю на тебя когда у тебя кармана оттопыриваются я не люблю когда в карманах что-то я себя чувствую неудобно ну загадка почему все-таки не знаю почему может быть действительно это букет экспортный вариант но это не телефон это на связь связь с водителем причем причем варианта вообще дешманский домофоновский вариант поняла давайте что там у нас что там у нас еще один кабинет это касса касса почему черт побери выход ты не с той стороны ты знаешь так начнем свое ничего помещения которые ольга называла кассы цвет то есть значит масса очевидно выключена либо включает но мы к сожалению сейчас и сможем показать все прелести подожди вот так вот так то есть все тут у нас офисный стул обычный до ящички ухты железные вы сделаны ухты смотри какой винт классный нашел мне нужен такой еще так валяется он же не нужен я заберу себе можно сделано классно как-то что ящики железные ну это честно скажу ненадежно конструкция для такого ящика так здесь на всю видимо такой ширины столешницы не хватило лишь ну да столешницы обычно на 600 живут вот здесь 600 а под генератор этого то что мы с той стороной с тобой видели вот если по не столешницу заказали у нас мясе мяски и кухни мяски и кухни делают любой ширины столешницы да тут шпон уже отходит в мяских кухнях ларена шпон бы не отходил и столешницу можно было заказать любой ширины это сейчас была реклама ларена ларена кухни ларена кухни у них столешницы по моему до 800 или до 900 они делают шириной жарко 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 ну так нагрелась ладно ну умывальник что-то что-то тут ведро вот хотя я думаю дырку сделают на улицу по крайней мере летом то твой отломил не печально летом то точно был сливать на улицу слушай вот это вот классная штука на под бензин пойдет нет мне такая нужна в мотор ночью мне тоненькая наверно в мотор наливать удобно наверно будет бензин то есть на заправке налила потом уже вот блин вещь подарим это ческар так и скажи что не подаришь я не буду сильно это претендовать требовать ладно все то же самое то есть сами ящики железные здесь фанеры сделано вот ключи ключи эти разобьет моментально пользуются и не будете мне кто-то пользоваться и для того чтобы ящики не открывались придется тут какой-то другой механизм просто делать я не знаю но это явно ну здесь это очевидно управление печки делала спичка ну вот она печка у нас печка которая дует и туда и сюда печка автономная у нас запуск печки а я ее включил выключил чуть-чуть наружных не включен вот это очевидно у нас кондиционер это кондиционер тут даже есть трубка слива конденсата патрубки подвода хладагента опрессованные то есть под давлением значит это у нас спальное место я так понимаю причем а вон она как трансформируется не хочу сейчас смотрите кто-то звонит ну долго думали гранит или еще что или керамогранитом но решил за залить вот и по этой технологии как у нас цеха залитый больше ничем не делать то есть залить бетоном и это с полировкой втиранием топинга то есть но относительно дешево и сердито но достаточно надежно ну что считай если тут вот полы они в таком нормальном состоянии то есть промышленной технологии на нас смотрят видишь что это вы там делаете то это в гараже то наверное нормально так я не хочу поднимать очень тяжело причем неудобно сделано что значит вот что сделано неудобно надо отщелкнуть вот эти вот хреновина сначала то один уже перекосило вот вот стой стороны давай оттяни сможет тянуть да и сосова вот все встал и сейчас с этой стороны очень тяжелая она наш вариант на цепочках лучше но все равно иметь спальник лучше чем спать на полу да кондуктора то есть вот для этих двух лежачих мест места кондуктора подожди это это не публичный дом на колесах вообще что это ты думаешь как ты думаешь что это за автомобиль офис какой-то вот эта фанера она обычная или какая-нибудь огнеупорная обычно она темного цвета просто помнишь так недавно с тобой снимали с тентом то который камаз там внутри была эта бакелизи бакелизирован ну она вот она и она огнеупорная я на 4 не упор не знаю она влагостойкая то есть она ну а чё тут может быть спальные места живешь без бывает же передвижная передвижная ремонтная мастерская же бывает ну наверно бывает и передвижной офис ну ты знаешь касса сейфа нет но принесут ну ненадежные тут замки для машины которая будет перевозить денег много если говорить про кассу если только чисто раздавать да нет это какой-то офис ну то есть поставят компьютер мало диспетчерский пункт может еще что-то тут два рабочих места то есть вот вот два человека будут работать да здесь же жить там генератор там генератор любом закрывать а то дождь пойдет но это же влагостойкая фанера давайте проверим не будем закрывать дождь пойдет завтра проверим с утра закрыл рундучок все выходим отсюда автоматики это хочу можно подключить не знаю как сейчас нету генератора поставят будут электричество ты не знаешь почему она у нас стоит к нам же часто машины заезжает им у нас просто нравится они же чувствуют что идут машины смысле что им тут хорошо что им тут радость накормят напоят в смысле соляркой бак зальют про японский рынок то вспомнили у нас тут скоро будет права руки праворульные опять что хочу праворульные уралы дамы мишка сделали бачок для отдельный для топлива для подогревателя дизельного воздушного который мы салоне с тобой видели промо троник вот для него бачок один в общем праворульные а для кого нет нельзя мне скажешь потом это чё такое это чё таким образом сапун выведем как качество зато она такая маленькая удобненькая берет кабинетики такие хорошие да лишнее уберем ты чё я разобрался что ли вообще нельзя подпускать ой еще микрофон сломал давай чуть подержу знаешь что это наверно сапун таким образом сделал сапун сделан в топливный бак для связи с атмосферой и почему-то он да вот видишь чтобы грязный воздух не заходил в бачок это вот так вот такая вот сложная конструкция сделано то есть тут один фильтр стоит вот тут судя по всему второй фильтр стоит вот видишь это все абсолютно бесполезно потому что это вот скоро все отвалится развалится что закрутим а здесь обрати внимание вот эта шайбочка если мне память не изменяет вот здесь вот должны быть такие зубчики вот и шайба специально а мы тут зубчиков не наблюдаем она собственно поэтому раскрутилась ну давай прикрутим сделаем видимость видимость сделаем правду говорят да надо с гаечным ключом все пройти прокрутить вот как то как то так да не знаю надолго ли хватит прикрутить то прикрутил покрепче закрути вот смотри обрати внимание подтопленным баком прокладки из нано фанеры из нано картона видишь вот сейчас мы с тобой этот нано картон мы как-то с тобой показывали уже он в фонарях освещения на этих машинах используется нано картона и вот здесь тоже нано картон используется ну раз он нано картон кусочек торчит вот видишь без него никак вот это вот нано картон то есть он наверное не разбухает от воды ну раз он нано картон смотри у нас потемнело дождик сейчас будет сейчас дождик ливанет нам с тобой где-то у единицы придется ты готова я да а ты я нет ну а что тогда предлагаешь вот он нано картон видишь а это вот нано скрепочки вот видишь одна вылетела уже а я поняла вот она видишь вот здесь вот был саморез вот он саморез вот здесь еще есть он а здесь его уже нет а знаешь почему и здесь он есть то есть из четырех саморезов на нано скрепочках вообще не знаю как эти штуки называются ну наверное какие-то скрепки не скрепки осталось три шурупа а машина только до нас доехала сколько сколько город горький да слушай подожди нижний новгород а нижний новгород а почему горьковский автомобильный завод ну наверное историю плохо мы с тобой знаем тебе двойка тоже и мне наверное раньше горький назывался но вероятнее всего ну как то вот как то так вот нано картон нано скрепки нано поролон видишь в потеках красной жидкости думаешь что это такое я не знаю а это скорее всего рулевая да масло да гидравлической жидкости из рулевого механизма а давай капот откроем тут скорее всего бачок этот стоит заливной так а тут залазить то неудобно никак вон она видишь бачочек так как мы полезем слушай даже у урала подножка есть а тут даже подножки нет никакой вот рядом с упс вот этот вот бачок красный вот это антифриз а вот это вот должно быть рулевое это это вот это это тормозуха а это скорее всего сцепление открутить 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 он чуть не откручивается нифига а вот пошло а что мы тут увидим щуп наверное должен быть по идее разбанка не ага хрен то подожди залить чистая а вон он как открывается да красный вот она выше под ними ну видишь как слышу но это нано бачок вообще да вот она как раз по шлангам то и стекло давай закроем да ну что говорить это по идее машина она как бы ну из прошлого века да шишига газ 66 шишига ну да по сути то это продолжение той самой шишиги которая раньше была ну назвали ее шишига потому что газ 66 666 шишига вот тут смотри даже как этот крепится ой кошмар какой уплотнение резинки видишь на проволочках видишь да вот они проволочки слушай ну что то мы в прошлый раз с тобой не видели но это стыдно вообще конечно это стыдно это стыдно понимаешь ведь ведь могут у нас сделать мы же видели машины с новой кабиной да газели новые next уралы новые next продолжают выпускать вот такую фигню то есть это вот способ крепления на проволочках видишь специальные проволочки специальным образом загнуты они туда как пистончики защелкиваются ну только ну это же все сразу ржаветь начнет ой господи как у нас медленно прогресс идет каждый раз можно открывать и каждый раз находить новое что-то новое в прошлый раз мы картон нашли сейчас вот на на проволочке и поролон ну поролон то ладно чушь бог с ним хотя тоже поролон это не выход он вам отвалится достаточно быстро ну зато уже евро 5 зато значит судя по всему со штатным предпусковым дизельным подогревателям вот тут он здесь стоит он стоит здесь завода ну да то есть я не вижу что тут его ставили как-то отдельно его ставили скорее всего сразу на заводе ну двигатель тот про который мы говорили то есть это урезанная версия 536 модификации 534 один из подписчиков написал последняя цифра это количество цилиндров если на урале идет 536 то тут модель называется mz 534 да ну вот собственно даже на хомутах проводов видно до 5340 то есть первые цифры 534 ну чё чем это вот это бачок что такое не пойму вот этот у нас расширительная вот это это железный да бачок он с краником подожди уже это на печку отдельный то есть по идее то ну наверное наверное ой слушай не откручу тут такая пробка железная господа кто знает подскажите ну я предполагаю что это почему-то отдельный бачок на печку омывателя почему он отдельный а не знаю почему он отдельный значит так ну турбина тут есть все правильно вот это вот интеркуллер у нас промежуточное охлаждение воздуха это основной радиатор а вот это еще один бачок ну наверное бачок печки причем судя по крану он тоже перекочевал с шишиги то есть и по внешнему виду да кто нас смотрит кто знает я думаю нам соврать не дадут но когда я по трубкам посмотрю куда они идут или наврал ли я или не наврал нет нет по моему они идут про это шланги бронированные бронированные шланги не пойму куда они идут я думаю нам соврать не дадут скажет ну чё закрываем как закрываем не знаю как-нибудь слезть бы еще отсюда и не убиться после всего сказанного после всех сказанных минусов в адрес до внешнего вида этой машины лишь это вот по идее вот это вот вот эта кабина она наша ровесница с тобой то есть вот ей ей уже лет 40 нет тени 40 нет 45 тебе я забыл да точно вот если говорить про урал да про старую кабину ураловскую она как бы еще старше вот это уже следующее поколение да но это все равно это еще из советского союза надо ставить кабины новые уже то есть вот ну понятно что понятно что у них остались и штампы у них остались и заготовки понятно что это дешево и пока есть спрос будет предложение то есть есть люди которые готовы платить ну вернее есть люди которые готовы закрывать глаза на вот этот как бы убожество этой конструкции на недостатки но при этом они и платят меньше вот кто с этим не готов мириться те покупает модификацию next она дороже но она оправдана дороже по крайней мере по кабине но чё в вода внутри посидим маленько пойдем руки мы ну давай перцы промавили но тут желтый состав какой-то это значит мобиль дает ну не знаю что такое ну вот она липкая липкая не засохшая не засохшая субстанция вязка но это что-то да на основе воска может быть нефтепродуктов еще чего-то вот здесь какой-то винт винт крепление личинки скорее всего движ личинку можно вынимать новую ставить мы как-то снимали с тобой велопробег я верни я в этот день был на рыбалке тебе не выдали такую футболку а мне вот футболку такую выдали я хотел на велопробег потом подумал я понял что мне щука дороже велопробега в общем там в этом велопробеге нам антон помин все 5 анекдоты шлют помнишь такого мы как-то конкурсе его награждали убеждал маленький мальчик катается на велосипеде кричит маме в окно мам посмотри я еду без рук заворачивает за угол через минуту выворачивает опять кричит мам посмотри еду без жубов антон фомин также написал объявление в газете продается три велосипеда шлем велотрусы вела майка вела туфли и 20 килограммов разной велосипедной хрени его хренеть после 18 если вам ответить мужчина скажите что ошиблись номером жена видимо продает его вещи видимо разговаривает вот он видишь а вот это наверное нельзя читать вот он этот связь в кабине там был да домофон да домофон причем он смотрел на батарейку еб извиняюсь я его кажется сломал что-то как-то его так предусмотрительно закрепили ненадежно вот что такое open написано это может батарейку да не знаю сегодня батарейка ну на очевидно на батарейках мы почему не открываются надо нажать 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 и туда проверенным способом используем точно вот 4 батарейки пальчиков для таких батареек то в жизни не видел почему троси какие-то да у тебя где такие стоят какие-то знаешь продают а у меня же нет пультов у меня телевизора нет пультов нет я поэтому не знаю есть есть такие в игрушках машинки теперь вам делай обратно делай раз смотри как летит отваливается и тут отваливается не на это не что-то сделали конечно да вот смотри давай сразу скажем что эта машина предоставлены нашими партнерами многоуважаемой нижегородской фирмой на google а зачем они нам ее предоставили что-то доделать доработать я думаю ну сделать вот здесь вот доработку пола вот лишь здесь пол ковриков не хватило видим кстати у меня есть обрезки линолеума я могу принести то есть вот здесь можно доделать как бы дарим ее доработаем с ним из нее конфетку зачем вернем обратно а вернем обратно тут свет работает сделаем конфетку вернем обратно и покажем чувакам как надо делать смотри тут получается блокировка раздаточной коробки очевидно да и понижай к нам на рычагах наврали сейчас еще пневматика то есть это вот более старая конструкция что тут какие-то потеки вот тоже какой-то жидкости непонятно не ночью классная машина на рыбалку и как считаешь поедем на рыбалку машину вы подписывайтесь на канал спецтранс если он до конца и не доломает ухты зато есть обвес блок управления bs осушитель воздуха блоком и блок управления бы это я не отломил это быстро разъемная заглушка называется быстросъемный вот сюда очевидно должна вставляться магнитола то есть такой машине без магнитола это вот обязательно сейчас штука во всех машинах это кнопка аварийного вызова как ты с тобой проверяли зато у нас есть бардачок чё тут вот значит здесь посмотри интересных кондиционер на самом кондиционеры там никаких познавательных знаков я не увидел потому не стал по нему рассказать здесь вот есть вот климатик климатик климатикс в общем короче мы поехали на рыбалку всем пока подписывайтесь на канал урал спецтранс на канал номас это второй наш канал тоже вниз не забывайте делитесь нашим видео со своими друзьями знакомыми и советуйте наш канал наш контент интересный ставьте палец вверх до лайки сердечки всем пока до свидания